А из Лукьяновского СИЗО в столице сегодня должны выпустить под залог Романа Насирова. Информация об этом появилась ближе к вечеру. Сейчас у здания изолятора работает мой коллега Олег Решетняк. Олег, здравствуй, расскажи, выпустили ли Насирова, что сейчас происходит у здания СИЗО? Рассказывай тебе слово. Добрый вечер, Катя. Буквально час назад специальная антикоррупционная прокуратура заявила, что глава государственной фискальной службы Роман Насиров вот-вот окажется на свободе. По информации САП, одну из самых значимых в истории Украины сумм в размере 100 миллионов гривен внесла супруга главы ДФС Екатерина Глимбовская. Так вот, это значит, что уже буквально сегодня-завтра чиновник, которого подозревают в коррупции, уже может оказаться на свободе. Ну вот, во всяком случае, буквально полчаса назад, мимо журналистов в здании Лукьяновского СИЗО, отказавшись от комментариев, вошли адвокаты самого Насирова. Но вот я также хочу напомнить, что сам Насиров ранее отказывался платить залог. Дескать, у него и у его семьи попросту таких денег нет, а вот сегодня такая громкая новость, и теперь выходит, что для чиновника Насирова 100 миллионов гривен сумма не такая уж и неподъемная. Катя, в принципе, это пока все новости, мы продолжаем здесь работать. Студия. Олег, спасибо. Это был Олег Решетняк. Он продолжает дежурить возле Лукьяновского СИЗО.